Учителя, врачи, журналисты, строители, ученые, сотрудники администрации, правоохранительных органов, крупных городских предприятий, работники культуры. В зале около сотни человек. Каждый из них своим трудом внес неоценимый вклад в развитие Сочи, в том числе в успешное проведение Олимпиады. Благодаря и их труду этот проект пришел в Сочи. Заслуги Семена Гайзинского переоценить сложно. Он военный контр-адмирал. Прошел войну, а в мирное время более 30 лет. Работал в городском хозяйстве, участвовал в строительстве курорта. Все пятиэтажки, 12-этажные и объемные общежития. Это построены при моем непосредственном части, как прораба-диспетчера. Семен Гайзинский, так же, как и еще 80 сочинцев, получил почетный знак за многолетний труд на благо Олимпийского Сочи. Вручение медалей приурочили к празднованию Дня города. Мы пригласили самых заслуженных наших горожан, которые в различные исторические этапы развития города делали все, чтобы город Сочи развивался. И вы достойно несли это звание «Сочицы». Каждый этап развития нашего города, он связан с вашими именами. То, какое обновление проведено в нашем городе, оно сделано на базе, на основе тех, наверное, достижений, которые сделаны вашим трудом. Почетный знак, заслуженную награду получил и наша коллега, журналист-редактор программ телекомпании «ВКТ» Людмила Ищенко. Автор целого ряда передач, одна из них «Дорогие мои старики», была удостойна премии ТЭФИ. Для меня это великая честь оказаться сегодня здесь, среди такого количества заслуженных и уважаемых людей города. Большое спасибо сочинской администрации за то, что в преддверии большого общегородского праздника они не забыли о маленьком личном празднике для рядовых служителей истории нашего нерядового города Сочи. Многие из сидящих в зале уже ушли на заслуженный отдых, но продолжают трудиться. Как отметили на торжественном собрании, большой опыт каждого из них, профессиональный, жизненный, еще обязательно пригодится. Будет продолжать приносить пользу городу Сочи. Елена Всец, на улице 10-го, Демид Даниловский, телекомпания «ВКТ».